коррекционной педагогики и психологии. Второй блок – это, конечно, культурно-просветительская деятельность, третий – издательская, четвертый – научно-методическая деятельность, о которой тоже сегодня уже шла речь. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы говорим… А мы перескочили, по-моему, один слайд. Будьте добры, один слайд назад. Странно. Но если мы говорим о построении… Можно тогда вернуться к предыдущему слайду, почему-то один слайд отсутствует, но попытаюсь словами сказать об этом. Когда мы говорим о создании единой системы обслуживания в Петербурге этой категории наших посетителей, мы, конечно, прежде всего используем и говорим об инструментах КСОП, о которых вот предыдущие два докладчика как раз и должны были рассказать, безусловно. Но при этом, понимая, что мы обязаны в соответствии с дорожными картами, которые нам спускает Министерство культуры, сформировать фонд специальных изданий в Петербурге, и он к 2021 году должен быть порядка 500 тысяч единиц хранения, и понимая, что в библиотеках, в публичных, обычных библиотеках неразумно создавать эти фонды, они будут небольшие, они не будут отвечать тем информационным потребностям, потребностям, с которыми люди с определенными проблемами здоровья могут прийти в эти библиотеки, мы приняли решение, что на базе нашей библиотеки мы создаем репозитарий изданий в специальных форматах. И благодаря тому, что мы заключаем договоры со всеми публичными библиотеками Санкт-Петербурга о библиотечно-информационном обслуживании, это позволяет нам пользоваться репозитарием, доставлять в случае необходимости по запросам эти книги непосредственно в публичные библиотеки города. Мы даем право публичным библиотекам пользоваться своими электронными ресурсами, которые создаются внутри библиотеки. Это и база данных аудиокниг, которые мы сами издаем, это и другие электронные ресурсы, в частности библиотека по коррекционной педагогике и психологии, и некоторые другие электронные ресурсы. Мы принимаем заказы от публичных библиотек, если к ним приходят пользователи, о переводе обычного текста в специальные форматы и так далее. И плюс еще один момент. В 17 библиотеках города организованы библиотечные пункты нашей библиотеки. Почему именно в 17? Именно в этих микрорайонах живут люди, например, с проблемами зрения, и им удобнее прийти в эту библиотеку. А мы организуем некий небольшой пункт выдачи с постоянным обновлением литературы специальных форматов для людей, которые захотят прийти в библиотеку, которая находится рядом с ними. Следующий, пожалуйста, слайд. Культурно-просветительская деятельность – еще одно направление нашей совместной партнерской деятельности с публичными библиотеками Санкт-Петербурга. И вот вы видите, что в соответствии, опять же, с дорожной картой, к 2021 году 20% от всех проводимых в библиотеках мероприятий должны носить инклюзивный характер. А немножко ранее я сказала, что, к сожалению, далеко не все библиотеки и сотрудники библиотек знают о методиках проведения вот подобного рода инклюзивных мероприятий. Казалось бы, пригласите людей с проблемами здоровья на любое мероприятие, и это мероприятие будет для них доступно. Это не так. Поэтому в рамках нашей совместной деятельности по этому направлению мы видим и выставочные, и концертные деятельности, показ фильма с тифлокомментариями, когда мы помогаем библиотекам и совместно делаем вот эти все вещи. И вот здесь хотела обратить ваше внимание на, наверное, уникальный опыт нашей библиотеки по организации сетевых тактильных арт-выставок. Эти выставки достаточно затратное дело. Организация подобной выставки от 600 до миллиона рублей стоимость. И Комитет по культуре поддерживает вот эти наши проекты с использованием современных выставочных технологий, дает нам эти деньги. И единожды затратив деньги на создание подобного рода проекта, мы затем эти проекты возим и по всей России, и демонстрируем на площадках наших библиотек. И уже люди, которые с разными отключениями по здоровью, они могут прийти в близлежащие библиотеки и познакомиться с этими выставками. Выставки уникальны тем, что... У вас осталась минутка. Да, да, последний. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, будьте добры. Издательская деятельность тоже совместная. Скажу об уникальных проектах с театральной библиотеки. Это многоформатные издания. Здесь и брайли, и плоские. Обычный текст, крупнопечатный, рельефная графика и многое другое. И звук. Следующий слайд, пожалуйста. И научно-методическая деятельность, и я заканчиваю. Здесь мы много говорили, и президент РБА говорил о необходимости повышения квалификации сотрудников по различным направлениям. В том числе и мы, понимая, что не хватает знаний сотрудникам публичных библиотек по работе с этой категорией посетителей, естественно, создали систему повышения квалификации вместе с Институтом культурных программ Петербурга. Но хочу обратить внимание здесь на две вещи. Помимо конференций, семинаров, практикумов, круглых столов, на две сетевые акции, которые помогают сотрудников очень многих учреждений объединяться, узнавать о новом опыте, об инновациях. Это вот конкурс общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, Ленинградской области. И удивительный фестиваль. Второй год подряд мы его проводим. Он уже не просто общегородской, а в этом году он общероссийский, в котором присоединяются не только библиотеки, но музеи и театры. Фестиваль, который мы назвали «Эстафета доброты», приуроченный к Международному дню инвалида. И в течение недели на разных площадках Санкт-Петербурга, и теперь уже не только Санкт-Петербурга, проводятся мероприятия и для людей, имеющих инвалидность, и с их участием, и многое-многое другое. Спасибо за внимание. Последний слайд – это то, что нас ждет. Об этом сегодня очень много говорили. И, конечно, кооперация в сетевых технологиях, в том числе и в выставочных сетевых технологиях, над которыми мы сейчас думаем в этих новых условиях – это очень актуально. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Юрина. Спасибо, что поддержали и выступили чуть раньше. Мы рады, что Зая Васильевна снова с нами. Была техническая проблема вообще в целом с интернетом. Спасибо технической службе, что смогли решить. Зая Васильевна, вам слово. Пожалуйста, микрофончик. Вам нужно включить микрофончик, нажать кнопочку «микрофончик» у вас на компьютере. Да, сейчас ваши коллеги вам помогут. Отлично. Командная работа. Отлично. Мы вас снова слышим. Так? Я говорю, мне просто не везет. Вторая конференция онлайн и вот какие-то срывы. Затом мы вместе их решаем. Я не думаю, что стоит вернуться к моему выступлению, потому что последующие... Вы хотите все-таки пройти презентацию? Я думаю, что не стоит этого делать, потому что последующие выступающие, в общем, раскроют все эти основные мысли, которые были у меня в докладе, просто конкретное мы сейчас увидим этому подтверждение. Мы предоставим слово фитнес-центру и нашим гиблиотечным сотрудникам. Вы меня слышите? Я... Наверное, Тамаре Алексеевне, например, предоставим слово. Да, да. Давайте предоставим тогда слово Тамаре Алексеевне Криковой. Она координатор нашего КСОБа, человек, который занимается именно всеми этими организационными вопросами, и она будет говорить о том, что как корпорация позволила повысить эффективность работы библиотек, уменьшить трудозатраты, и тема ее выступления называется «Оптимизация библиотечных процессов в корпорации». «Оптимизация библиотечных процессов в корпорации». «Оптимизация библиотечных процессов в корпорации». Я еще раз поздравляю всех вас с праздником, с всеми праздниками. И сразу, поскольку уже время, я так понимаю, что у нас сильно-сильно лимитировано, перейду к делу. Но я начинала свой доклад с того, что хотела сказать, что Зова сильно поделилась уже тем, как организована работа в нашей корпорации, но из-за технических проблем эта часть доклада немножко была смазана. Поэтому подробно об этом останавливаться не буду. Скажу только, что у нас очень сложная структура, потому что у нас нет как такового административного центра управления. У нас только есть методический центр, это наша библиотека, который осуществляет координационную работу вот этой сети нашей. Поэтому структура включает дирекцию, в которую входит председатель КСОП и администратор библиотек, директора ЦБС, городский библиотек. И таким образом строится. И есть координационный нашно-технический совет, который осуществляет всю подготовку технологий, переходы к ним, ведется обсуждение. И что очень важно, в этих секциях участвуют абсолютно все библиотеки, участницы КСОП. То есть у нас решения принимаются коллегиально, и это облегчает потом нашу совместную работу, потому что если люди принимают участие в этих решениях, то они, соответственно, и с большей легкостью их уже внедряют на местах и проводят обучение своих коллективов. Вот так у нас, собственно, происходит вот эта организационная работа. А сейчас я постараюсь все-таки проанализировать, есть ли от этого всего польза для библиотек и, в первую очередь, для наших читателей. Можно следующий слайд? Арина, следующее, пожалуйста. В последнее время на слуху у нас постоянно слово оптимизация, и действительно, конечно, сейчас не самое время быть расточительными, и мы стали задумываться, насколько наши трудовые и финансовые затраты рациональны. И все, что мы делаем, все, на что тратим силы и средства, конечно, должны работать на результат, а именно на предоставлении людям современных условно-должного качества и уровня. Следующий слайд. И в условиях корпоративного сотрудничества появляются новые возможности для достижения этих целей. Давайте сразу следующий. При современном... Вы как-то не поломались у меня. Ну ладно. При современном ритме жизни людям очень важна оперативность выполнения их запросов. И, конечно, этого проще всего достичь, путем автоматизация. Но внедрение новых технологий – это, конечно, затратное мероприятие. И кроме стоимости оборудования и программного обеспечения, следует учитывать стоимость услуг айтистских коллективов. Давайте дальше. Поэтому именно создание корпорации для многих библиотек стало решающим толчком для перехода к работе по новым технологиям. Во-первых, за два этапа программы модернизации библиотеки централизованы городом, были оснащены минимальным набором необходимого оборудования и программного обеспечения. Библиотеки отраться со своих сторон. И во-вторых, что очень важно, объединение, даже такое демократичное, как в Санкт-Петербурге, и все же предполагает единый головной кредитационный центр. Такую функцию взялась библиотека Маяковского, и теперь весь ее штат айти-специалистов так или иначе работает на корпорации. То есть участники КСОП могут позволить себе иметь в штате одного-двух специалистов эти направления, и потому что статализованно, а именно библиотека Маяковского ведется администрирование единых баз данных, единой системы статистики, поддержка корпоративных серверов, мониторинг системы, решение абсолютно всех возникающих проблем в взаимодействии с разработчиками, ИРБИС, корпоративного портала, внедрение всех новых IT-проектов, предложения по развитию системы, ну и, наконец, обучение и повышение квалификации автоматизаторов для СИП-соу. Дальше, пожалуйста. Еще один из инструментов, да, вы можете пролистнуть это картинки просто, а еще один из инструментов оптимизации – это изменения. И вот в этом деле, нам, конечно, уже равных, наверное, нету, потому что в библиотеках КСОП ни один процесс обслуживания не остался прежним. Для нас это был процесс сложный, потому что библиотекам нелегко было выходить из своей зоны комфорта, но мы это преодолели. Не буду перечислять все, что нам пришлось изменить в своей работе, скажу всего два слова, абсолютно все. Зато наши пользователи получили серьезную экономию времени и средств. Дальше, пожалуйста. Так, например, упрощение процедуры оформления и обработки заказов повысило спрос на корпоративные услуги в два раза. На едином квартале СБРИП люди могут заказать доставку ПЛГА, бронирование или копирование страницы с найденного в каталоге издания. И причем удобный поиск по единому каталогу, наличие информации о местах хранения, о доступности изданий, вовремя полученная информация о всех возможностях. Все это подталкивает посетителей сайта воспользоваться нашими услугами. Дальше, пожалуйста. Вот немножко пониже, там должно быть... Почему-то... Ну нет, не кипит, верните, пожалуйста, просто немножко на них в том виде, в каком... Ну ладно. Немножко сломалось. Оформленные заказы на издания поступают одновременно. Вот здесь у меня было две стрелочки, как бы разводятся. Одновременно заказ, как только его оформляют, поступают в личный кабинет пользователя и сразу же в однинку от диспетчера, стороны библиотеки. Причем при обработке заказов ПМБА диспетчер теперь видит не только держателей из других районов, но и свои собственные ЦБС в филиалах, а значит, это может... Есть возможность шире использовать внутрисистемный книгодмен. Это, конечно, ускоряет и процесс обработки заказа, но и заодно дает право человеку взять книгу на дом. Очень быстро. Облегчает работу также встроенный механизм обмена сообщения с заказчиками. Видите, вот пришел из обминки, как можно вести чат буквально с пользователем, с заказчиком, и там обмениваются сообщениями, он может как-то корректировать свои заказы, диспетчер может предлагать какие-то свои варианты выполнения, то есть идет полноценное общение в чате. И также у нас есть автоматическая ссылка, уведомление о движении заказа, что тоже, конечно, ускоряет процесс. Дальше, пожалуйста. Очень важно, что пользоваться услугами можно только при условии наличия издания в библиотеке. И это существенно сократило количество отказов с нашей стороны. Например, на услугу бронирования оно уменьшилось в два раза по сравнению с началом работы корпорации. Мы считаем, что сейчас у нас отказы на бронирование 21%. А когда мы внедряли эту услугу, у нас была немножко другая система, было их намного больше, было почти 45%. То есть идет снижение отказов. Но мы считаем, что все-таки нужно в эту цифру, чтобы стремилась к нулю. Вот, например, в Кировском районе, в нашем городе, эти отказы составляют всего 8%. Потому что все абсолютно зависит от точности соблюдения технологий, начиная с создания записи в каталоге и до использования автоматизированной недовольки. Дальше, пожалуйста. И вообще, вся система, вся работа в системе требует четкого соблюдения регламентов. И в СОПС регламентирован буквально каждый процесс совместной работы. И это не за организованность, это именно необходимость. Вот я сейчас приведу вам один пример. Следующий слайд. Здесь, не пытаясь исчитать, это скриншот, просто выдержка из нашей технологической карты. Она очень мелкая, но, может быть, потом, когда будет опубликована презентация, можно посмотреть. Маленький прогнил. Всем известно, еще это сделано в эти карты. Всем известно, что основной проблемой автоматизированного формирования свободного каталога является дебубликация. И к ошибкам может привести любая подлечная сзади. А вот когда мы создавали наш единый каталог в СОПС, у нас было всего 5% этих дублетных записей. 5% – это очень мало, очень мало. Мы их отредактировали в течение буквально этого года. Но, правда, это только на издания, вышедшие после 2009 года. Потому что с этого года библиотеки начали собственные каталоги вести по единой технологии. Вот по этим картам, которые я вам показала. Дальше, пожалуйста. Следующий слайд. В результате у людей появился теперь источник информации о наличии изданий и о местах их хранения. Но, к сожалению, все не так просто. Потому что записи на книги, полученные до 2009 года, создавались по разным технологиям. И большинство из них не слились в единое описание. Теперь нам предстоит долгое совместное редактирование. Но вот мы не теряли время во время этой вынужденной самоизоляции и довольно-таки хорошо успели Коколок поредактировать. Так что не все так плохо. Дальше, пожалуйста. КСОП стремится максимально распределить действия участников и исключить любые лишние трубозатраты, дублирование работ. Давайте. Вот здесь можно. В рамках корпорации библиотеками исключен целый ряд процессов. Вы их видите на экране. У нас исключается дублирование работ при создании записей, в каталогах, в базе читателей, сканирование изданий. У нас централизована доставка книг по МВА. Сокращены общие финансовые затраты на оцикловку фондов. Дальше, пожалуйста. У нас есть единая система сбора статистических данных. Ее использование значительно сократило затраты методистов. Сейчас я вам просто покажу на слайдах. Дальше, пожалуйста. Вот так у нас выглядела схема процесса формирования годового отчета по посещаемости нашей библиотеки. Каким он был удобнее для неавтоматизированной системы статистик. И на следующем слайде, как он выглядит сейчас. Вот прямо иллюстрирует эту оптимизацию, да, вот эту разницу. Посмотрите. И как пример оптимального использования ресурсов, можно провести еще единую базу данных мероприятий. Тут доносятся анонсы событий всеми библиотеками СОП, и сразу после модерации эти записи становятся доступны на портале. Библиотеки могут самостоятельно вносить изменения в записи, удалять записи на отмененные мероприятия. Все это в течение часа будут уже эти изменения видны на портале СОП. И также мы эту базу, понимая этого, используем еще для нескольких других целей. Мы, например, выгружаем списки для макетирования печатных изданий. Оттуда же мы формируем раздел на собственном сайте. Я отлично отрежу, чтобы уже своих мероприятий, не всего города собственного. Оттуда же мы выгружаем ежемесячные планы мероприятий и формируем ежемесячные, квартальные, годовые, любые отчеты о проведении этих мероприятий и их посещениях. Ну и напоследок я вам просто в завершение скажу, что, конечно, у нас еще есть над чем поработать. У нас большие планы на будущее, но не все от нас зависит. Об этом Зо Васильевна уже начала говорить в своем докладе, к сожалению, не закончила. Но то, что в наших силах, мы выполним благодаря взаимопониманию, общей заинтересованности и взаимной поддержке. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Если есть вопросы... Да, прошу вас, спасибо. Вадим, я хотела просто несколько слов добавить. Очень спасибо. Тамара Алексеевна достаточно так подробно и мощно говорила о создании нашего единого электронного каталога. И сегодня в многих выступлениях было предложение, что мы должны вместе с книжной отраслью хорошо бы иметь такой единый каталог. Вы убедились, что это достаточно сложно, достаточно затратно. Но это возможно. И наша секция, я думаю, что должна поддержать эту идею, чтобы Книжный Союз, Министерство культуры рассмотрели и подумали над этой идеей. И это очень поможет нашим людям знать о литературе, где она находится, в каких количествах привлечет и в книжные магазины, и в библиотеки. Это очень хорошая идея. И вторая здесь посыл звучала, что мы в рамках СОБА ведем единую электронную афишу мероприятий. В СКОЛЬС тоже кто-то из выступающих говорил об этом, что мы должны иметь единую такую афишу мероприятий вместе и с книжными магазинами, поскольку они ведут колоссальную просветительскую деятельность. Это было бы очень здорово, если бы мы имели вместе вот такой контент. Мы умеем, мы знаем, как это делается. И здесь можно малой крови такой документ заиметь. Вадим мне предоставит слово библиотекарю, или у нас кто-то другой пойдет? У нас сейчас потихонечку мы идем по библиотекам. У нас порядок следующий. Сейчас Сергей Станиславович. Дальше у нас будут представители Алина и Киселева Ольга Юрьевна. Потихонечку сейчас, наверное, приходим к Сергею Станиславовичу. Да, очень хорошо, Сергей Станиславович. Это представитель библиотек Фрунзенского района, который как раз, я думаю, расскажет о том, что вот мы, методический центр, это задумали, решили, разработали концепцию. А хорошо ли это жить в условиях корпорации в отдельно взятом районе? Я думаю, что Сергей Станиславович об этом и говорит. Коллеги, добрый день. Меня слышно хорошо? Прекрасно слышно. Отлично. Добрый день еще раз. Я рад видеть хотя бы на экранах знакомые, родные, любимые лица. И я не задержусь очень долго, так как хочу сказать только несколько слов о том, как я назвал городская профессиональная корпорация, в нашем случае в Санкт-Петербурге, меняет технологические процессы внутри отдельной ЦБС. Понятное дело, что я говорю на примере ЦБС Фрунзенского района. И я затронул только три момента, которые, на мой взгляд, кажутся особо важными и которые особенно демонстрируют о том, как большая корпорация города может поменять жизнь каждой ЦБС. Следующий слайд. Первое, о чем хочется сказать, то, с чего мы начали жизнь этого тяжелого года, это единые правила обслуживания. Каждый из здесь участников может подтвердить, сколько времени, сколько лет мы сражались, ругались, спорили о том, какие должны быть правила, как они должны выглядеть, что там главное, что второстепенное, что необходимо включить, что нужно исключить. Каждый делал свои правила. Мы опять соединялись, расходились. И, наконец-то, с 1 января 2020 года мы все перешли на единые правила обслуживания, которые, на наш взгляд, на взгляд нашей ЦБС, это, во-первых, плюсы. Это простота изложения правил. Я впервые вижу правила, которые ориентированы на обычного человека-читателя, где сказано простым языком о том, что он должен делать, чего он не должен делать, обязанности библиотек. Впервые, наверное, мы не используем огромное количество наших профессиональных терминах. Это вот любимые слова ВСО, МВА, ББК, ММК и все остальное. Это в какой-то степени ушло. И простота изложения, на наш взгляд, это, наверное, первая победа в этом направлении, которую мы сделали в сторону движения к нашим читателям. Второй плюс – это формирование единого формата обслуживания во всей корпорации. И как бы теперь кто-то не хотел, вытекает следующий момент, что происходит некий контроль качества и условия обслуживания уже со стороны читателей. Переезжая из одной библиотеки в другую, из района в район, читатели видят отличия. Но если они увидят только где-то положительные моменты, приезжая в другую библиотеку, где этого нет, они высказывают свои негативные отзывы о том, что вот они видели это по-другому. Их уже нельзя обмануть в том, что у нас такие правила или мы должны делать так, и у нас какая-то есть пояс специфика. Это уже ушло. И поэтому в какой-то степени клиент диктует нам те правила, которые мы должны следовать. Огромный плюс от единых правил обслуживания с этого Нового года. В частности, мы отказываемся очень активно от традиционных бумажных технологий в обслуживании. Каждый библиотекарь знает, какое количество бумаг мы заполняем, введем, регистрируем, расставляем. Наконец-то мы от этого уходим. И, к слову сказать, наверное, руководители и головные менеджеры будут не очень меня поддерживать. Но рядовые библиотекари в большей части своей говорят, да, что, слава богу, мы стали меньше писать и заполнять бумажку. Но минус все-таки в том, что в большинстве своем проявляется консерватизм библиотекарей, потому что все-таки есть желание сохранить какие-то бумажные формы, недоинформировать, например, о чем-то новом, в нашем случае это личный кабинет, которая очень хорошая форма, но вот эта собственность зачитателя для библиотекаря, все-таки очень тяжело отпустить его в свободное плавание, когда он может не общаться с библиотекарем, а работать со своими книгами и со своим личным кабинетом на нашем портале. Следующий слайд, пожалуйста. Книгообмен. Важный момент, который известен, наверное, был всегда в библиотечной жизни, и межбиблиотечный абонемент существовал всегда, и два момента, о которых я хочу сказать, это межбиблиотечный абонемент и внутри системный книгарный. И сегодня плюсы в том, что читатель, заказывая книгу, совершенно не думает о том, где же она находится физически. Мы победили эту систему того, что читатель раньше должен был подумать о том, где ее взять, как ее взять, как заказать. Сегодня, так же, как в магазине NVIDIA, мы заказываем и хотим холодильник Индезит, чтобы нам доставили на Полюстровский проспект, и нас не волнует, откуда компания NVIDIA будет доставлять этот холодильник. Грубо, но фактически так же, наш читатель сегодня не думает, откуда придет тот или иной роман или та или иная научная книга. Внутренний и внешний контроль выполнения заказов тоже положительный момент, так как внутри каждой ЦБС существует внутренний контроль того, как происходит движение заказа. И я иногда, как замдиректора, заглядываю в эту базу и смотрю, как отвечают наши библиотекари. И здесь большой плюс, потому что с руководством КСОБа мы на постоянной связи в том, как правильно отвечать, как неправильно, где были ошибки, где можно было ответить по-другому и все-таки выполнить этот заказ. И библиотекари, которые работают в этой системе, они также понимают о том, что за ними старший брат все-таки наблюдает. Активность пользователей. Как бы мы не хотели, но мы знаем, что активность читателей очень возрастает. В ситуации с фрунзенской ЦБС, где действительно очень тяжелое комплектование, мы активно используем межбиблиотечный абонемент, книгообмен и пользуемся более богатыми ЦБС, которые имеют больше денег на комплектование. Но, тем не менее, два минуса, которые есть в этом сегменте. Это все-таки библиотечный консерватизм, который проявляется, например, в том, что книга находится в читальном зале. И не волнует о том, что уже читального зала нет, что он не нужен. Но, тем не менее, библиотекарь говорит, она же стоит у меня в хранилище, я не могу ее выдать. Для чего она там стоит, зачем она стоит, он объяснить не может, но вот такой факт есть. И сроки выполнения заказов. Конечно, нам нужно всем работать над тем, как скорее доставлять эти книги читателям, потому что сегодня уже время несколько бежит быстрее, чем мы иногда успеваем думать. Следующий слайд. Система учета. Нет ничего важнее учета в библиотечной жизни, поэтому автоматизированная система статистического учета хороша для всех. Для библиотекарей, для руководителей, для топ-менеджеров. Потому что впервые у нас автоматизирована наша рутинная статистика. Когда утром ты заходишь, нажимаешь на кнопку и видишь, как живет каждый твой филиал, каждая библиотека. Ты видишь движение и вообще все, что происходит на уровне города по каждой ЦБС, сколько пришло читателей, сколько выдано книг. И можно постоянно вести этот мониторинг. Большой плюс – это единые подходы к учету показателей. Мы более или менее договорились, как учитывать, что учитывать, как называть те или иные наши функции, которые подлежат учету. Но есть минус в системе учета – это все-таки желание некоторых библиотекарей выдать желаемое за действительное, когда мы пытаемся воззвать этого анонимного посетителя как-то по-другому, что-то приписать, что-то придумать, где-то подделать эту статистику по глупости своей, иногда не понимая, что компьютер обмануть крайне сложно. И все равно все тайное потом вылезает. Поэтому эти такие смешные моменты, я всегда говорю, что, слава богу, это не завязано ни на здоровье людей, ни на их деньги. Поэтому пока мы можем в это играть. Но тем не менее система учета, которая сегодня функционирует, такая вот интересная название у нее – АССУ, она очень полезна и она очень нужна всем. И последний слайд. Он такой резюмирующий три момента, которые я хочу подчеркнуть о том, что городская большая корпорация позволяет расширять библиотечное пространство и требует от каждой библиотеки изменения ее внутренней технологии. Формируются единые подходы к предоставлению услуг. И это плюс для читателей, потому что они могут требовать своеобразного качества. И от нас требуют постоянного совершенствования своих навыков, умений и знаний. И возможность внутреннего внешнего контроля, когда, надеюсь, что наши учредители, комитет по культуре, районные администрации также смогут смотреть о том, как работают их подведомственные учреждения. Но и внутри себя мы сможем постоянно мониторить ситуацию и смотреть, как мы живем. Ну вот так вкратце, коллеги, о том, как может повлиять большая корпорация на жизнь небольшой ЦВС большого города. Спасибо всем. Большое спасибо. Большое спасибо, Сергей Станиславович. И, как уже говорила Зая Васильевна, и 23 апреля и сегодня можно создавать единые стандарты, и делать единый кодолог, и сотрудничать внутри отрасли, между всеми. И у нас следующий эксперт, приглашенный в другую категорию, как мы говорили вначале, что у нас есть близкие по духу индустрии, в данном случае я хотел бы представить, Ольгу Юрьевну Киселеву, она является лидером, авторитетом, ведущим экспертом в фитнес-индустрии России, лидера фитнес-ассоциации, по-моему, около 200 клубов сейчас состоит по всей стране. Не знаю, сколько, 160, 200, 250, 180. Ольга, вы знаете лучше. Сейчас у вас идет динамика непростая. Тоже отрасль, которая пострадала от кризиса, наверное, в большей степени, чем многие другие, потому что фитнес-это за клубы закрыты. И тоже идут процессы, как дружить, как сотрудничать, про которые мы говорим здесь с вами. И мы попросили из другой товарной категории, другой индустрии взгляд наших друзей. И Ольга Юрьевна, вам слово. Большое спасибо, коллеги. Я очень рада присутствовать на таком замечательном мероприятии. Я действительно совершенно из другого, наверное, мира. И я сейчас хочу рассказать вам немножко о фитнесе. Но я думаю, что вы в той или иной степени здоровым образом жизни интересуетесь, поскольку просвещенные люди наверняка интересуются здоровым образом жизни и думают о себе. Но моя задача здесь и сейчас рассказать вам о том потенциале объединения, который реально дает огромные результаты. И я расскажу об этом на примере нашей отрасли. Я являюсь представителем и президентом Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Вадим, вы немножко ошиблись. Нас около тысячи клубов сейчас в ассоциации. И на самом деле история роста и объединения, она была взрывной ровно на фоне сложностей, кризиса, опасений и страхов, которые возникли в результате пандемии. Это правда очень важно, когда есть внутриотраслевая поддержка, когда коллеги внутри отрасли могут помогать друг другу, поддерживать друг друга и действовать сообща. Я сейчас приведу пару примеров, которые подтвердят мои слова о том, что объединение очень полезно. Оно полезно как внутриотраслевое, так и межотраслевое. И оба этих кейса я сейчас в двух словах расскажу. Что касается отраслевого объединения, вы знаете, фитнес очень маленькая отрасль. На самом деле нас, мы обслуживаем около 7 миллионов человек, это наши клиенты. Порядка 760 тысяч сотрудников по России работают в отрасли. И в национальный доход, в доход страны мы приносим порядка 167 миллиардов ежегодно. Ну, приносили, простите, приносили. И вот в момент, когда в марте месяце возникла ситуация, что люди перестали ходить в фитнес-клубы, перестали платить за фитнес-членство, а фитнес-клубы продолжали работать, мы потеряли практически 100% дохода, а расходная часть у нас продолжала сохраняться. И в этот момент игроки отрасли поняли риски ситуации, поняли, что это крах практически, и моментально объединившись, мы написали первое обращение в середине марта на имя правительства Российской Федерации, его подписало 9,5 тысяч игроков отрасли. То есть это практически, 13 тысяч игроков отрасли существует всего, то есть это практически 70% людей, которые осуществляют эти бизнесы в фитнес-индустрии. И после этого, на самом деле, мы поняли, как важен объединяющий голос у отрасли, у любой, и у нашей в том числе. Мы тут же попали на заседание правительства Российской Федерации к Михаилу Мишустину, мы тут же рассказали ему о ситуации, правительству рассказали о ситуации, которая происходит с такими же, как у нас, отраслями. Вместе со мной на этом заседании было пять отраслей, в том числе рестораторы, гостиничный бизнес, максимально пострадавшие отрасли. Мы были включены в список пострадавших отраслей практически сразу, потому что правительство понял, что с нами реально происходит. И на самом деле этот момент, который показал всей отрасли важность того, что нужно объединяться. Примерно такая же история произошла на кроссотраслевом сотрудничестве, когда вот эти все отрасли, которые были на заседании правительства, объединились, показали объем рынка, показали проблемы. Это отрасли услуг. Это те, которые работают фейс-то-фейс со своим клиентом. Это те, у которых огромный пул сотрудников занят. Это те, которые понимают, что услуга без сотрудника не существует. И вот это кроссотраслевое объединение, оно также привело к тому, что мы провели поправки в Государственной Думе по поводу взаимодействия с арендодателями. Вот буквально вчера я выступала тоже на какой-то конференции, и произошло такое замечательное событие. Я не знаю, поймете ли вы меня сейчас. Некоторое время назад, в апреле, Роспотребнадзор, Роспотребнадзор сейчас практически главная в России организация, если вы не знали. И Роспотребнадзор некоторое время назад, там, 3-4 недели назад, предложил меры по открытию ресторанов и по открытию бьюти-салонов красоты, такие, в которых, ну, бизнеса нет, в которых невозможно работать, потому что там нет никакой экономики, там нет никакой прибыльности. Так вот, наше объединение, ассоциация, таким образом разговаривала с Роспотребнадзором, с прессой, с правительством, с окружением, со всем, что вчера вышло постановление Роспотребнадзора, в котором мы реально можем работать как бизнес. Это огромное достижение объединения. Это в качестве того, что мне кажется, что вот в этой ситуации, в ситуации пандемии, в ситуации такой кризисной, сложной, выживание и достижение, переход на новый уровень, возможно, исключительно объединяющими и поддерживающими, на платформе объединений и поддержки друг друга. Два слова о том, что мы делаем с точки зрения того, как меняется фитнес и что вы, наверное, скоро как потребители увидите в наших фитнес-клубах. Я думаю, что вы заметили, что в момент, когда все ушли на каникулы, фитнес-клубы сделали колоссальное количество онлайн-тренировок. Вот эти онлайн-тренировки, которые сейчас продолжают, потому что фитнес-клубы открыты всего в трех регионах, причем открыты частично. Эти онлайн-тренировки продолжают использоваться и наши клиенты, и не клиенты, и просто люди с улицы, которые подключились к нашим мобильным приложениям и мобильным платформам, они тренируются, и мы таким образом людей поддерживаем. И надо сказать, что вот эти изменения, которые произошли сейчас в продукте фитнес-клуба, мы раньше никогда не ставили на онлайн, мы никогда не думали, что услуга «человек с человеком» может быть оказана онлайн. Но наши методисты перестроили форматы подачи информации, перестроили коммуникацию с клиентами, изменили все, что связано вот с коммуникативными вещами, которые мы привыкли делать фейс-то-фейс. И на самом деле этот продукт, прошу прощения, за термин «полетел», и с большой долей вероятности в новой реальности, когда мы выйдем из ситуации вынужденных каникул, фитнес уже не будет без онлайн, фитнеса уже не будет без онлайна. И таким образом эти изменения, конечно, приводят к изменению мира в целом. Мир на нас влияет, и мы влияем на мир, поэтому вероятнее всего, когда вы придете в фитнес-клубы после каникул, они встретят вас другими. Сейчас, наверное, Вадим, это все, что я хотела сказать с точки зрения тех изменений, тех задач, которые, мне кажется, важны для всех отраслей. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием прокомментирую. Вадим. Большое спасибо, Ольга. Просто маленький, может быть, комментарий за 30 секунд. Что у вас привело к тому, что вы стали создавать совместные какие-то проекты, совместные решения, совместные, может быть, товары и услуги, совместные онлайн-проекты между клубами? Вы же как бы конкуренты между собой. Что у вас привело к объединению? Знаете, да, это очень правильно, очень хороший вопрос, потому что очень похоже, что такой синергетический эффект, который дает вот эта история, он дает возможности перехода на новую ступень. И на самом деле мы неосознаны, мы же не думали на уровне философских категорий об этом. Мы думали на уровне того, что да, ребят, сейчас мы не можем тренировать оффлайн, мы будем тренировать онлайн, но посмотрите, как здорово, когда людей тренируют онлайн. Давайте попробуем объединить игроков онлайна, игроков оффлайна, объединить эти компетенции, научиться создать новый продукт и попытаться этим продуктом работать в новой реальности. Мне кажется, что ответ в этом. Большое спасибо Ольге, большое спасибо за обмен мнениями. Мы здесь в книжной индустрии тоже стремимся к этому. У нас есть, слава Богу, с кем, на кого смотреть и на кого брать пример. Будем с вами держать связь на кроссиндустриальных уже встречах. Большое спасибо за ваше время и за обмен опытом. Мы продолжаем. Припоим снова к книжной индустрии. Я попросил бы Зою Васильевну представить Ярцеву Наталью Михайловну. Зоя Васильевна. Ярцева Наталья Михайловна. Она у нас директор СБС Медского района. И мы сегодня говорили, что корпорация наша создана в 2009 году. Вот прошло 11 лет. И Наталья Михайловна готова с нами поделиться сегодня такими итогами, что изменилось в работе библиотеки Невского района за эти 11 лет. Наталья Михайловна, пожалуйста. Спасибо, коллеги. Здравствуйте. Ну, я немножко в сложном положении. Слышно меня? Потому что большую часть всего того, что я хотела сказать, уже сегодня прозвучала. Но, тем не менее, мне бы хотелось остановиться на том, на тех результатах, которых мы вот сейчас уже достигли, что мы имеем в нашей библиотечной системе и чего бы не могли мы достигнуть, если бы мы не были в корпорации. Не буду останавливаться на подробностях. Буду, так сказать, вот говорить, наверное, какими-то блоками. Еще раз повторюсь, извинюсь за то, что, может быть, будут какие-то повторения, пересечения с предыдущими выступлениями, но, тем не менее. Итак, что же нам было сделать самостоятельно и то, что мы получили в результате вот этого 11-летнего объединения и всех вот этих процессов, о которых сегодня уже говорили. В первую очередь, это те плюсы, которые мы получили. Огромные плюсы, я считаю, и все коллеги, которые сегодня говорили, они прекрасно понимают, с чем это связано. Итак, первый плюс – это распределенные ресурсы. То есть это многократное увеличение количества ресурсов по сравнению с собственными. Это увеличение качества этих ресурсов, потому что все то, что было до того, как мы вступили в корпорацию, до того, как мы приняли единое программное обеспечение и стали работать по единой технологии, конечно, было немножко кустарно. Поэтому вот качество – это тоже очень важно, потому что без качества наши читатели, наверное, бы нас не поддерживали так, как поддерживают сейчас. И кроме качества, наверное, еще отмечу широкий репертуар баз данных в диапазоне от краеведческих до обязательного экземпляра. Это тоже очень важно. Это одному, одной системе создать было бы совершенно невозможно. А так мы вписываемся в проекты. Если поначалу мы вписывались в какие-то, вписывались в какие-то проекты, не вписывались, то сейчас мы участвуем абсолютно во всех проектах и стараемся это делать максимально, потому что нам кажется, что это в первую очередь в наших интересах, в интересах как системы, так и наших читателей. Второй плюс, который бы я хотела отметить, это создание, тоже сегодня говорилось, единых регламентирующих документов. Это очень важный момент, потому что стандарты обслуживания, это и внедрение их в практику, о том, о чем говорил Сергей Станиславович, что достаточно трудоемкий процесс и ломка вот этих стереотипов и каких-то профессиональных таких страхов, это тоже было непросто за 11 лет преодолеть. Тем не менее, вот с помощью вот этой подложки, вот наличие этих стандартов, мы смогли это сделать. То есть это стандарты обслуживания, технологические карты, самые разные инструкции. Третий положительный момент, который хотела бы отметить, единая точка доступа к ресурсам через портал КСОП. Тамара Алексеевна об этом говорила, это действительно очень важно, и здесь у нас действительно произошла экономия нашего времени, потому что мы стали затрачивать на это какое-то достаточно небольшое время. То есть это затраты, они, конечно, достаточно тоже трудоемкие, но тем не менее, это то время, которое с лихвойка потом окупается, потому что читатели на портале смотрят информацию, которая им интересна по району, а не, может быть, не обращаются к сайтам в отдельных библиотеках. Это важно. Кроме того, там количество фактографической информации на портале тоже достаточно весомое, и это тоже единая вещь, которую нужно делать регулярно, обновлять это все. То есть вот это все, благодаря стандартам, мы делаем это в определенные времена, с определенной периодичностью. Следующий плюс, который хотелось бы отметить, это предоставление пользователям сервисных библиотечных услуг, соответствующих современному технологическому уровню. Все то, о чем мы говорили, бронирование, виртуальная справка, электронная доставка документов, межбиблиотечный абонемент. Это все достаточно, ну, они в разной степени востребованы, наверное, достаточно сильно востребованы, межбиблиотечный абонемент, благодаря вот этой единой службе доставки, которая разводит книги по всему городу, она просто увеличивается, с каждым годом мы эту динамику роста наблюдаем. Следующий положительный момент, это возможность оцифровки за счет корпорации, то есть это экономия бюджета, нашего бюджета, а в то же время мы можем оцифрованные документы предоставить в любые библиотеки, в любые электронные библиотечные системы, куда мы хотим, хоть в национальную электронную библиотеку, хоть там еще в любые другие библиотечные системы. Это тоже очень важно и позволяет нам, еще раз повторю, экономить наш бюджет. Следующий плюс, это возможность доступа к внешним электронным ресурсам, опять же, за счет корпорации и снова экономия бюджета. Корпорация нам достаточно много предоставляет точек доступа к электронным библиотечным системам. В разные годы это разные системы, иногда больше, иногда меньше, но это очень важно. И вот сейчас, в то время, когда мы ушли на самоизоляцию, и когда нам пришлось читателей наших лишить книг, это, конечно, было очень ценным ресурсом для нас. Это правда. И мы очень активно этим занимались, рекламой этого всего. Но вот будем думать, как дальше развивать это направление работы, потому что поняли, что здесь у нас есть еще куда расти. Следующий положительный момент, который хотелось бы отметить, это повышение качества комплектования. При отсутствии средств у самой ЦБС есть все-таки возможность удовлетворить читательский спрос за счет фондов всех библиотек города. И немаловажный момент, ни у кого, наверное, не прозвучало, не услышала я, это профессиональная стандартизированная учеба и систематическая методическая поддержка. Это действительно обучение по группам, по разным областям и сертификация любых сотрудников, которые начинают работать в проекте, прежде чем они начнут работать, потому что ошибки исправлять в любой базе данных намного сложнее, чем, так сказать, научить сотрудника первоначально. И, наверное, последнее по списку, но не последнее по значению, и что это очень важным моментом, о котором не говорили. Но мы за счет корпорации имеем доступ к творческому потенциалу всех библиотек районов. Это очень важно, это очень ценно, потому что мы обмениваемся опытом, у нас существует здоровая конкуренция, которая реализуется через какие-то конкурсы профессиональные наши в нашей библиотечной среде, через, так сказать, создание совместных проектов и расширение партнерских связей, баз каких-то там партнерских, потому что обмен партнерами вот в такой вот горизонтальной структуре, он, насколько я понимаю, могу видеть, он очень сильно усилился. И в результате что мы имеем? Для читателей мы имеем единую систему обслуживания по единому стандарту с единым читательским билетом. Результат для сотрудников. Мы имеем развитие человеческого капитала, это очень важно, и их творческого потенциала. Это тоже очень важно, потому что если человек придет просто отсидеть 8 часов, выдать книгу, это один момент. Если человек сможет каким-то образом реализовать себя, не затрачивая большого количества времени на бумажные процессы, там запись какую-то, все то, что у нас сейчас уже ушло, это совершенно другая история и совершенно другие задачи уже стоят, задачи стоят перед нашими сотрудниками. И, наконец, результат для библиотек в целом. Это повышение престижа и современные методы библиотечного обслуживания. И не в первую очередь то, то, что мы наблюдаем за последний год, это возврат наших читателей. То есть количество читателей, которые сейчас возвращаются в библиотеку, оно возрастает. Мы это наблюдаем. Пока, так сказать, эмпирическим путем будем смотреть уже по статистическим данным, что происходит. Ну, конечно, я понимаю, что стоимость книг такова, что, ну, наверное, возврат читателей связан еще и с этим. Но и в то же время сама организация работы наших библиотек и их внешний вид, и все те вещи, которые мы вложили в комфортность пребывания читателей, в то, чтобы предоставить им удобный режим работы. Это все тоже играет роль. И не последнюю роль абсолютно в этом сыграло и участие нашей корпорации, потому что, еще раз повторю, обмен опытом между коллегами, он просто бесценен. И в то же время, заканчивая вступление, хотелось бы сказать просто о минусах, потому что в любом, в любом большом деле, наверное, есть какие-то и минусы. Когда я определяла для себя такие минусы, я поняла, вот, вывела для себя два таких больших момента. Первый минус, с которым мы столкнулись и который достаточно серьезно ударил по всем нашим сотрудникам, это устаревание программного обеспечения. И связанное с этим отсутствие гибкой возможности по его замене. Потому что конфигурация всех наших ресурсов, завязанных на наше программное существующее обеспечение, оно достаточно сложное. И замена программного обеспечения может привести к каким-то сбоям и обнулениям всех тех, ну, не всех, может быть, частично каких-то процессов, которые мы уже совершили. То есть вот здесь вот момент такой сложный. И нужно заменой, в то же время решиться на эту замену достаточно сложно. Второй большой минус, ну, наверное, от нас он как-то не зависит, но в то же время его нужно тоже, наверное, обозначить, это неравные возможности финансирования по районам. И, соответственно, неравная ситуация с технической, технологической обеспеченностью. И с этим, опять же, связаны вещи, которые могут быть ну, как бы на уровне декларации, на уровне декларирования может быть одно, и в то же время на уровне уже, так сказать, вот практического применения это другое. Что я имею в виду? Это значит, что человек, пришедший в один район и получивший услугу определенного качества в другом районе или там в другой библиотеке, может ее недополучить. Это связано с самыми разными вопросами. Опять же, я в первую очередь говорю, что это может быть связано с финансированием. Вот этот момент тоже достаточно серьезный. Но, тем не менее, я считаю, что плюсы корпорации, они, конечно, намного больше всех минусов, не просто намного больше, а они позволили нам добиться всего того, чего мы сейчас добились, позволили нам показать, ну, в общем, нашей власти, тоже это немаловажно, нашим читателям, что мы можем, что мы умеем, что мы предлагаем, ну, и позволили нам, собственно говоря, занять какую-то свою нишу на культурной карте города. Спасибо большое. Зависима, Васильевна, микрофон. Отключительный. Спасибо, Наталья Михайловна, большое. Это интересное выступление, подводящее итоги работы вашей 11-летней. Вот я хотела сказать только по поводу вашего последнего тезиса о неравных условиях в районе. Мы это видим, чувствуем, это очень больно, и мы все-таки уговорили правительство города в конце этого года, надеюсь, все будет нормально, правительство города, проведет заседание, посвященное состоянию развития библиотек, где будут приглашены все главы администрации, и самое главное, правительство собирает пунктом, одним из важных эффективность работы главы администрации, поставить такой пунктик, а как работают у него библиотеки, а как он их финансирует, а как он приобретает оборудование и так далее. Что в декабре это заседание правительства состоится, и мы надеемся, что дальнейшая жизнь библиотек, она будет более-менее равна во всех районах. Что касается нашей платформы, мы знаем все плюсы и минусы, мы отчаянно думаем, как выйти из этой ситуации. Я думаю, что все в конце концов будет нормально. Спасибо вам еще раз. Так, Вадим, у нас еще осталось выступление Литреса. У нас два проекта, это Алина Михайловна и Ирина Андреева Петушкова. Сейчас, наверное, будет целесообразно дать слово Елене Андреевне, входители проекта «Книжный Петербург». И тоже интересный развивается проект параллельно сейчас прям на как-то в реальном режиме реального времени. Это проект, где и книги, и библиотеки вместе объединяются, обмениваются ресурсами, как создавать единое пространство, книжное пространство. И, наверное, Ирина Андреевна, вам слово, а Литреса мы закончим. Добрый день всем. Хотелось бы спросить, слышно ли меня? Ирина Андреевна, слышно прекрасно. Да. Хочу поздравить всех с праздником библиотек, пожелать всем спокойствия и терпения, чтобы выжить в непростых условиях. С праздником, коллеги. Мне хотелось бы рассказать о новом проекте, который стартовал, как Вадим уже обратил внимание, совсем недавно. И внутри команды принято считать, что даты рождения этого проекта считаются 23 апреля, день книги. именно тогда произошла публикация нашего основного ресурса это сайта Петербург, Книжный Петербург. Идея этого проекта была инициирована одним из главных книжников города Санкт-Петербурга Денисом Котовым. Он собрал команду, которая и сейчас собственно создает этот проект и идеи этого проекта. В основу идеи этого проекта легли собственно общие отраслевые ценности. Вадим, следующий слайд можно? Объединить отраслевое сообщество и объединить их под ключевыми моментами, которые вот хочу сейчас озвучить. Всех книжников в отраслевом сообществе, в которое входят и библиотеки, и книжные магазины, и издательства, и читатели, и много других еще информационных порталов, это собственно абсолютная цель рост числа читателей и повышение частотности чтения объединяет абсолютно всех проектов, которые входят в отрасль. Главный продукт книга, основные ключевые ценности всего отраслевого сообщества у нас у всех одинаковые, и единые ключевые требования к компетенциям, к специалистам отрасли. Собственно, на базе как бы вот этих основных направлений и был сформирован этот проект Книжный Петербург. Можно следующий сайт. Основная тема моего выступления это продвижение единой отраслевых инструментов, которые помогли бы отраслевому сообществу сохраняя свои и экономя свои усилия в рамках продвижения чтения в стране создать единый отраслевой бренд, мета-бренд книги, в рамках которого можно было бы вести общую деятельность, в которую могли бы объединиться и библиотеки, книжные магазины и издательства, и на самые главные события можно было бы собственно под этим брендом доносить до читателей. Следующая инициатива книжного Петербурга это создание проекта единой социальной рекламной социальной рекламной кампании под этим же мета-брендом книги, которая будет пробуждать интерес к чтению и приходом в разные книжные места. Следующая инициатива книжного Петербурга это создание единого календаря книжных событий и мероприятий, премий и многого другого, на котором на этом ресурсе можно было бы доносить также как бы как единый объединяющая афиша на весь год для всех проектов, которые занимаются созданием этих мероприятий. следующее направление это создание единого отраслевого информационного ресурса для читателей о событиях и мероприятиях. Собственно основная функция книжного Петербурга как раз в этом и будет состоять для того чтобы объединить все афиши, все события, все проекты, все информационные проекты именно под эгидой книжного Петербурга. следующий слайд и самый важный момент в создании собственно вот этого единого движения конечно составляют самый главный ресурс это люди которые работают в отраслевом сообществе и их тоже между собой хотелось бы объединить. Я слышала предыдущих спикеров которые также высказывали в своих выступлениях предложения о том что это целесообразно было бы сделать и выводить это на другой уровень собственно создание профессионального отраслевого сообщества создание единого образовательного портала для специалистов отрасли в котором можно было бы обучать самым современным профессиям навыкам и компетенциям 21 века для того чтобы максимально эффективно доносить свои проекты и события до главной аудитории читателей создание единого календаря событий для специалистов отрасли потому что их тоже немало и хотелось бы чтобы они от районных вышли как бы на городские общероссийские события и объединили всех специалистов в одно большое движение и третье направление которое инициирует Нижний Петербург это создание единых отраслевых конкурсов профессионального мастерства которые способствовали бы созданию единой кадровой базы и развитию специалистов внутри отрасли для того чтобы эффективно использовать в условиях объединения лучших людей на лучших ролях для того чтобы они вносили максимально большой вклад в развитие наших общих целей собственно самые ключевые моменты я озвучила максимально быстро насколько мне было выделено время вот готова буду отдельно ответить на вопросы если такие возникнут Вадим большое спасибо Елена я просто наблюдаю соучаствую и вижу как это формируется день за днем на еженедельной основе собираются самые активные представители индустрии общаются обсуждают и то что сейчас Елена рассказывает это не идея которая родилась в каком-то кабинете это реально отраслевая идея проект который по сути как рождается совместными усилиями многих-многих не только представителей разных индустрий и книжников и издателей и магазинов библиотек но еще и с разных городов так что Петербург может быть это не становится неким центром идея большое спасибо Елена за прекрасный пример как сотрудничество и соотворчество воплощается в конкретно уже инициативы которые можно измерить да спасибо Вадим Зоя Васильевна Вадим насколько я понимаю Литрес у нас немножко задерживается сейчас узнаем Алина Михайловна задерживается и непредсказуемо задерживается ну давайте тогда мы какие-то итоги будем подводить да тем более что с Литрес мы очень хорошо работаем и библиотеки Санкт-Петербурга по-моему по стране занимает одно из ведущих мест по взаимодействию с Литрес и нас тут агитировать не надо мы все знаем преимущественно и колоссальное количество наших читателей запросов удовлетворяется через Литрес ну вот слушая сегодня всех нас наверное все мы приходим выводу надо дружить нет чужих нет своих нет каких-то других отраслей когда тяжело и трудно только когда вы вместе тогда что-то и получается вот сейчас рассмотрим такую ситуацию магазины книжные были закрыты два с половиной месяца вы представляете какое книжное богатство скопилось на их полках и трудно предсказать что после открытия этих книжных магазинов они все уйдут к читателям мы не забываем что сейчас тяжелейшая экономическая ситуация у людей нет денег у тех людей которые привыкли читать и я поддерживаю сегодня вот идея не раз уже у кого-то было высказано надо попытаться уговорить министерство культуры убедить книжный союз сделать вот такую срочную закупку литературы по стране передачи этих книг к библиотеке этим самым мы как бы выручим книжную отрасль мы выручим библиотеки потому что что бы мы не придумывали какие бы формы работы если у нас не будет книг если не будет информационных материалов это все будет достаточно проблематично осуществить все планы о которых мы сегодня рассказывали такую закупку надо сделать наверное это очень сложно это очень трудно но если мы объединимся и будем настаивать требовать убеждать может быть это случится сегодня говорили о том что уже давно как-то книжные магазины не очень-то библиотеки входили в их интересы потому что то что мы тратим на комплектование это не делает погоду для книжных магазинов но мы должны опять вернуться друг к другу в этой ситуации опять начать поддерживать друг друга сегодня было много предложений по этой дружбе поддержки друг друга забыть все свои корпоративные какие-то интересы дружить 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 и любить друг друга искать возможности как выбраться из этого кризиса вот Вадим вот по-моему у нас вот такие соображения большое спасибо Зоя Васильевна у нас подключилась ура Алина Михайловна и Трес и может быть дадим ей рассказать буквально в двух словах самые главные ваши наверное смыслы а потом доподведем итоги Зоя Васильевна как вы думаете Алина Олеги добрый день ну сегодня не обошлось без накладок я приношу со своей стороны извинения если в чем-то была моя вина техническая я постараюсь очень коротко поскольку долго готовила некоторый обзор ориентируясь на ну такое стратегическое видение по взаимодействию четырех участников рынка это автор читатель издатель библиотека и библиотечный сервис такой как наш например электронная библиотека которая предоставляет доступ к электронным аудиокнигам в дистанционном формате постаралась в общих чертах представить себе что нас ждет и проследить историю развития сервисов и взаимодействия этих участников у меня нет да спасибо большое я попробовала представить некоторое развитие модели использования электронных аудиокниг в библиотеках и у меня получилась вот такая схема примерно в 2010 годах файлы с книгами и лицензии у нас в Литрес это было начало сотрудничества в таком формате с библиотеками то есть библиотеки приобретали файлы книг лицензионные права на их использование на определенный срок и услуги технической поддержки вот этого всего содержимого дальше картина менялась доступ к мобильной библиотеке на личных устройствах эта идея появилась уже в 2011 году и первая подключенная библиотека у нас появилась в 2011 году именно по модели которая сегодня является наиболее востребованной наиболее удобной и для читателей и для библиотек и максимально пользуется спросом это то логическое видение продукта библиотечного сервиса к которому мы сейчас пришли и в 2012 году еще были модели когда библиотека приобретала электронные книги на устройство для чтения вместе с ридерами электронными книгами были еще прецеденты в 2013 году последние прецеденты когда библиотека покупала книги на дисках на носителях но это были уже последние совсем на исходе модели такие и на сегодняшний день можно пожалуйста последний слайд следующий слайд на сегодняшний день модель доступа к электронным аудиокнигам на личных устройствах пользователей через фонд библиотеки публичной это единственная и самая действенная модель взаимодействия соответственно была задача у меня в докладе посмотреть какой объем библиотек работает с подобными сервисами и на примере сервиса Литрес библиотека я постаралась представить что муниципальные библиотеки вот в части сельских да мы видим что большой еще сегмент неподключенных сельских библиотек но это в принципе самый большой сегмент среди библиотек сельские но здесь еще есть куда двигаться в городских примерно половина библиотек подключена к системе Литрес и пользуется электронными книгами по текущей модели и в региональных библиотеках распределение примерно порона вы видите на слайде ну дальше если следить за следующий слайд пожалуйста я бы хотела представить очень серьезную долю библиотек Санкт-Петербурга которые работают по обеспечению книговой дачи электронных аудиокниг и вы видите вот такое распределение примерно в неделю остальные библиотеки чуть больше половины мы сейчас сотрудничаем с более чем 600 библиотечными системами и самостоятельными региональными библиотеками и соответственно сектор Москвы представлен вы видите да также такие города как Пермь, Томск, Челябинск, Ростов-на-Дону и доля Санкт-Петербурга очень существенная превосходящая все другие города и здесь немалая заслуга именно в корпоративной силе корпоративной сплоченности библиотек Петербурга всех районов следующий слайд пожалуйста ну и собственно та цель представить как взаимодействуют какие положительные моменты от такого формата взаимодействия получают все участники то есть автор непосредственно имеет доступ к мнению читателя и имеет обратную связь от читателя максимально быструю максимально возможную очень важный момент очень важный момент который мы в развитии библиотечного сервиса Литрес всегда держим в голове такой что многие библиотеки расположены в самых удаленных уголках нашей страны там где в принципе невозможно купить книги невозможно купить новинки после того как они вышли в издательстве и именно та аудитория которая получает доступ к книгам максимально быстро после выхода этой книги имеет возможность ознакомиться с авторами современниками с лучшими книгами отечественной литературы с лучшими лауреатами других литературных премий это очень ценно это очень такая большая высокая социально-культурная важность самого формата взаимодействия и как раз вот эти моменты все мы видим потенциально важными для развития сервиса и взаимодействия пожалуй я буду завершать еще раз последний слайд да он касается ну собственно того что у нас произошло в период карантина была цель еще представить как библиотеки усилили как возросла книговыдача усилили свои дистанционные каналы коммуникации с читателями и мы видим что по сравнению с 2019 годом когда динамика книговыдача довольно ровная очень плавно распределяется между месяцами мы видим что на протяжении от середины апреля до от середины марта до конца апреля до мая мы видим резкий всплеск книговыдач это значит что сервис действительно жив им пользуются и люди находясь на карантине запрашивают больше книг и больше читают коллеги спасибо большое за предоставленное слово поздравляю всех с праздником библиотек и с праздником Санкт-Петербурга большое спасибо что вы смогли к нам присоединиться мы вас очень ждали и рады что у нас все удалось большое спасибо что вы смогли поделиться своими достаточно интересными знаниями спасибо за оценку Санкт-Петербурга и активность в работе с Литрес так ты меня не включил включили вас было слышно а то я испугалась что не услышал на самом деле очень мощно работаем с Литрес мне кажется у нас сегодня была секция около 10 спикеров все разные с разным подходом и продолжая течение итогов которые начала Зоя Васильевна как бы отметить со своей стороны со стороны других индустрий потому что я лидирую очень много межиндустриальных проектов когда и библиотеки книжные магазины рестораны и отели и салоны красоты фитнес то что делает человека полноценным как часто говорит мой друг и партнер Ленис Котов здоровым и телом и душой и умом и мы видим что сотрудничество в России развивается мы занимаемся сотрудничеством много лет когда мы говорили про сотрудничество то что сейчас называется таким заимствованным словом коллаборация но слово сотрудничество мне нравится больше совместный труд и сотворчество совместное творчество сотворчество развивается и мы видим здесь сейчас на секции что внешние обстоятельства они подтолкнули нас заставили думать в этом направлении быстрее и больше мы сегодня видели несколько инициатив десяток инициатив как развивать сотрудничество и сотворчество и внутри индустрии между писателями издателями книжными магазинами библиотеками сообществом конечно же читателем но мы видим как мы можем делать это и с разными другими индустриями о чем сегодня говорила и Ольга Киселева и то что мы видим в других товарных категориях в других отраслях и самое главное что мы сегодня говорим что наш читатель человек семья это называется популярным словом сегодня клиентоцентричным или еще семьяцентричным мы ставим ее в центр и все вместе заботимся как так сделать наших грамотно читателей людей граждан страны более счастливыми и дать им больше возможностей поэтому мне кажется секция удалась и курс на сотрудничество истинное взаимодействие и дружбу мы взяли хорошим Зоя Васильевна спасибо огромное вы знаете я хотела уже сказала все эти слова о дружбе о совместной работе мне хотелось добавить еще одну такую штуку вы же знаете что наши библиотеки не имеют права закупать напрямую книжных магазинов фонды для своих библиотек книжные магазины отказываются участвовать в конкурсах и мне хотелось бы внести вот такое предложение может быть книжный союз министерства культуры подумает о том чтобы отменить эту пресловутую часть 44-го закона и разрешить библиотекам покупать книги в магазинах это было бы очень оперативно и необходимо мы все время плетемся и отстаем от книжных магазинов в выполнении книжных фондов об этом нужно вот подумать и книжным магазинам было бы польза и библиотекам если сам вот участники сегодняшнего круглого стола подумают об этом и поддержат эту инициативу может нам все-таки выйти с этим предложением еще одна инициатива прекрасная мне кажется инициатива я думаю что мы будем уже заканчивать мы благодарны всем кто принял участие если будут какие-то к нам вопросы пожалуйста это так насколько я понимаю все в ютубе будет записано можно пересмотреть общаться с нами что-то непонятно мой пресловутый доклад мы готовы переписать и поместить его в ютубе всем что-то хитривирует ту опросность которая произошла огромное всем спасибо с праздником дорогие коллеги надеемся что кто-то хочет еще нас поздравить кто-то рядом со своим ребенком с праздником и пусть скорее всего эта история закончится берегите себя берегите книги берегите своих близких и берегите библиотеки всего вам самого доброго до свидания коллеги всем спасибо увидимся на финальной секции в 17.00 до скорых встреч на финальной секции